Дагестан 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 и в графике. На ее полотне изображены три кубачинские бабушки в национальных платках и казах. Они как атрибут этого места. Всегда, куда ни повернешься, обязательно сидят кубачинские бабушки. Они там вяжут, они болтают, они едят арбуз или дыню, вяжут носки, джурабы. Но они всегда есть, они присутствуют. Они как дух этого места, понимаете? Вот как дух, основа основ. Женщина вообще основа основ. А вот эти кубачинские бабушки, они как будто не живые, они как будто сакральные. Они уже как божественное место такое вот здесь. Ну и, конечно, как пройти мимо этой темы. И только редкие картины здесь отражают темы, никак не связанные с селом Кубачи. К примеру, «Бегущего за ветром» изобразила художник Сефежат Керимова. Над своим произведением, которое выполнено в технике линогравюра, она трудилась около трех недель. Это иллюстрация на книгу, которую я недавно прочитала. У меня, в общем, осталось под впечатлением после прочтения. Мне захотелось как-то запечатлеть свои чувства. Четвертое международное биеннале печатной графики «Кубачинская башня» – это не просто выставка, но еще и конкурс. Все представленные работы поделены на две категории – профессионалы и студенты. Первое, второе, третье место распределяется. Отдельно номинация «Экслибрис» – книжный знак и отдельно номинация «Книжная иллюстрация». Это по опыту проведения предыдущих биеннале, когда мы поняли, что все-таки какие-то монументальные такие вещи сложно сравнивать с маленькими изящными экслибрисами или же с книжными иллюстрациями по каким-то произведениям. Объявят победителей и призеров 18 июля в выставочном зале Союза художников Дагестана в Махачкале. Там и представлена сейчас большая часть картин. Отметим, что организаторами выставки конкурса выступили Центр культурных инициатив «Зирих Геран» и творческое объединение «Даграф». Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Дахадаевский район. Накануне ко дню Ашура в Центральной мечети Махачкалы состоялось просветительское мероприятие для всей семьи. Это десятый день месяца мухарам по исламскому летоисчислению. Он считается одним из исторических и важных дней для мусульман. Отметить это событие в главную мечеть столицы пришли тысячи людей. Для них в этот вечер звучали строки из священного Корана, мавлиды и, конечно же, наставления известных ученых-богословов республики. В конце всех ждало вкусное угощение. Мероприятие было организовано Муфтиатом республики. Я всегда буду вас поддерживать. Такими словами обратился в Муфти Дагестанах спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Накануне они побывали в гостях у духовного лидера шейха Ахмада Афанди. Сопровождали делегацию представителей администрации Махачкалы и Министерства спорта республики. Муфти в беседе со спортсменами вдохновил их добрыми и мудрыми словами поддержки. Я вам скажу, вы имеете в виду, у вас один помощник есть. Я всегда вас поддержу, иншаллах. Ну, что в моих силах, конечно. То, что Аллах для нас выбрал, это благо. И нам благо, и нашим родственникам благо. А если у кого дети есть, для детей тоже благо. В любом случае, Всевышний своих рабов очень любит. И когда, например, даже если с собой сранывать, мы если кого-то любим, разве мы будем ему плохое делать? Мы же, когда любим, самое наилучшее же мы это делаем, любящим людям. И Всевышний тоже плохо никогда не делает. Для изучения ислама тоже я любые условия вам создам. Это наше будущее. Гости были очень рады возможности увидеть шейха, побеседовать с ним и получить от него ценные наставления. Очень приятно, что у нас получилось собраться со всеми спортсменами-паралимпийцами. Приняли участие чемпионы мира, чемпионы Европы по разным видам спорта, призеры паралимпийских игр. Несмотря на свои сложности, стараться быть полезным и стараться смотреть на какие-то ограничения, потому что Всевышний каждый испытывает по-своему. И он сказал, что всегда будет рад нам чем-то помочь. И мы рады, что у нас есть такая возможность сегодня побывать в Муфте. И к новостям спорта. Мужская студенческая сборная ДГУ по волейболу поборется за золото универсиады. Всероссийские соревнования проходят в башкирском городе Салават. Сегодня в полуфинале наша команда одолела коллектив Югорского государственного университета из Канты-Мансийска. А перед этим волейболисты ДГУ выиграли три встречи на групповой стадии и обыграли Сверстникова из Тамбовского госуниверситета. В споре за золото дружина из Дагестана встретится со студентами Костромского госуниверситета. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Патемат Ханапова. Следите за новостями также на нашем телеграм-канале. До новых встреч в эфире.